О некоторых изменениях в правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты, которые вступили в законную силу с начала этого года, а также об итогах работы по противодействию браконьерству. Прямо сейчас в студии программы «Де-факто» интервью с начальником Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимиром Нестером. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Владимир Владимирович, расскажите, в чем же была причина внесения изменений в правила охоты, которые действовали с 2018 года? Неужели нормы устарели и была необходимость переработки? Ну, прежде всего, изменения в правилах, которые были до этого периода, связаны с их либерализацией, ну и с упрощением их работы и с исключением из них лишних бюрократических препонов. Так, указом президента Республики Беларусь номер 345, вот 16 сентября 2020 года предусмотрено деление правил на две части. Первая часть – это правила охоты исключительно для охоты, и вторая часть – это ведение охотничьего хозяйства, которые предусмотрены для арендаторов охотничьих угодий. О каких изменениях важно знать сегодня охотникам и на что обратить внимание? Ну, прежде всего, это очень важно, внесены изменения в сроки охоты на некоторые виды охотничьих животных. Ну, например, если охота на лося по старым правилам, срок ее проведения был до 31 декабря, то по новым правилам он сейчас продлен с 1 января по 31 января. С чем это связано? Ну, я хочу просто оговориться, что это конкретно с 1 января по 31 января именно на лося-сигалетка и способом ружейной охоты из засады, из подхода. Это связано с тем, что увеличилось его просто количество. Одновременно увеличились сроки охоты на пятнистого оленя. Если по старым правилам они были с 20 августа по 30 сентября, то по новым правилам уже с 15 мая и по 30 сентября. Ну и одновременно с появлением на территории Республики Беларусь такого инвазивного охотничьего животного шакала, который наносит вред охотничьим животным. Он включен в перечень охотничьих животных и на него можно проводить охоту охотниками при любом законном нахождении в охотничьих угодьях. Точно так же, как мы проводили охоту на лося, енотовитную собаку и на лисицу. Ну и хотелось бы еще отметить, что при охоте на уток, на весенней охоте на уток, исключена охота на чернеть красноголовую. Хорошо, вы говорили о том, что новые правила либерализированы. Что вы имели в виду? Да, в целом новая редакция правил именно на это и направлена. Ну, во-первых, очень много было таких нарушений, которые были связаны именно с заполнением документов на разрешение на охоту. Допустим, на охотничьи путевки, либо на разовое разрешение. Так, если по старым правилам, допустим, руководитель охоты, который проводит охоту коллективную на какой-то нормированный вид охотничьих животных, допускал нарушение при заполнении разового разрешения по виду, полу, либо качеству охотничьего животного, то он мог нести суровое наказание. Сейчас же по новым правилам допускается так, что если он и допустил такое нарушение, то он может внести исправление. Однако, прежде чем внести исправление, он должен позвонить в дежурную часть нашей государственной инспекции по круглосуточному телефону и сообщить о тех, значит, изменениях, которые он должен внести. И только после получения номера регистрации от нашего работника он имеет право производить разделку либо транспортировку данного добытого охотничьего животного. Охотники в связи с новыми изменениями обязаны сейчас уведомлять о чем-то инспекторов охраны животного и растительного мира в случае выявления каких-то фактов, например, во время охоты? Да, это, кстати, новшество, которое я уже и обращал внимание на это, что это новшество в новых правилах. Предусмотрено, что охотники, которые какие-то допустили нарушения, я о них сейчас остановлюсь немножко ниже, могут сообщить нашу дежурную часть, как я уже сказал, по круглосуточному нашему телефону, и после этого, значит, производить какие-то действия с охотничьим животным. Но это прежде всего, если, допустим, при охоте на нормированные виды охотничьих животных произошло ранение животного и оно ушло на территорию другого охотпользователя, то руководитель охоты обязан прежде всего сообщить руководителю этого охотпользователя, а затем обязательно по тому же телефону, тому же должностному лицу государственной инспекции и только после того, как оно будет зарегистрировано, организовать поиск и добычу этого охотничьего животного. Второй случай – это когда, допустим, при проведении безоружейной охоты на охотничьих животных было добыто охотничье животное, которое занесено в Красную книгу Республики Беларусь. Это с помощью силков и петель всех? Да, это с помощью, значит, капканов и других каких-то ловушек. Не изымая охотничьих животных из капкана либо ловушки, охотник, значит, звонит, прежде всего, опять же, пользователю охотничьих уводит, что им добыто случайно добыто охотничьих животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. И одновременно он должен сообщить дежурную часть. Только после этого он может производить какие-то действия. Ну и следующий случай… В данном случае человек, как дальше, какова его судьба, будет привлекаться к какому-то виду ответственности за такую добычу? Либо все-таки там более смягчительные меры в отношении него действуют? В данном случае, если он добыл, вот это животное, которое не имел права добывать, он не несет такой ответственности. Это очень важный момент. Это очень важный момент, да. Ну и следующий момент. Очень часто сейчас очень много погибает диких животных в дорожно-транспортном происшествии. Здесь тоже необходимо знать, что прежде чем… Ну, это прежде всего норма связана именно и предусмотрена для охотничьих хозяйств. То есть, если должностное лицо охотничьего хозяйства выезжает на такое дорожно-транспортное происшествие, или же где была просто гибель животного, то прежде чем он транспортирует это животное для его утилизации или для использования каких-то своих нужд, он обязан таким же образом позвонить по этому же самому круглосуточному номеру и доложит нашему дежурному. И только после, опять же, получения регистрационного номера он должен составить акт. И, значит, после этого уже он производит какие-то действия с этим животным. Каковы результаты работы инспекции за 2020 год в области контроля за нарушениями правил охоты? В 2020 году инспекторами Гомельской области было выявлено более 60 нарушений правил охоты. Из них по 17 нарушений было возбуждено уголовные дела. Что отрадно заметить, было изъято у нарушителей 62 единицы огнестрельного оружия, из которых 37 незарегистрированных, а также изъято 874 килограмма незаконно добытой дичемностной продукции. Ну, то есть, наверное, работа продолжается и в том же темпе, да? И как вообще браконьерство? Это явление мельчает? Либо статистика на прежнем уровне, если рассматривать динамику правонарушений? Ну, если рассматривать динамику правонарушений, то я бы хотел отметить, что нарушение правил охоты, конечно, здесь большая латентность правонарушений, потому что мы не можем малым количеством людей покрыть большую такую территорию. Но, тем не менее, статистика показывает, что динамика правонарушений все-таки уменьшается. Нарушений становится все меньше, но, и как вы видите, в принципе, и население это замечает, а диких животных, особенно коз, лосей, оленей, в наших охотничьих угодьях становится все больше. Кстати, иногда желание добыть животное во что бы то ни стало переходит все разумные границы. Браконьеры пользуются довольно жесткими методами, жестокими методами. Были ли такие правонарушения за последнее время? Встречались они инспектором в их практике? Ну, таких диких охот, как, в принципе, было раньше, сейчас мы не наблюдаем. Но вот в связи с тем, что вся территория, в принципе, республики покрыта сейчас снегом, несколько активизировались так называемые петельщики, которые устанавливают петли и на лосей, и на коз, и в том числе на зайца. То есть выслеживают тропы, вот эти вот следы, и ставят на путь исследования животного такие ловушки. Ну что ж, Владимир Владимирович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Всем хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, систем видеонаблюдения и авторегистраторов по всему миру.